И рассказать о особенности ограничения и возможности классификации ВАЙРАЦ, которая будет, безусловно, облегчать нам задачу. Распространенность опухоли мочевого пузыря не вызывает вопросов. Входит в топ-10 опухоли мочевого пузыря. Высокие показатели смертности до четверти процентов случаев, большое количество случаев в год. И рост на 30 процентов заболеваемости за последние 10 лет и распространение в западных странах. Что касается патоморфологии, естественно, будут посвящены этому докладу и расскажут, будет очевидно, лучше меня. Но большая часть – это переходно-клеточный рак, уротелиальный рак. И именно чаще всего он рассматривается в литературе и чаще всего ведется о нем какие-то дискуссии. Остальные гистологические подтипы, они достаточно малых популяций. Это плоскоклеточный рак, аденокарцином и мелкоклеточный рак. Соответственно, инвазивные и неинвазивные опухоли от этого будет очень сильно зависеть как картинка, которую мы будем получать, так и дальнейший прогноз пациента. Ну, вообще, да, анатомия стенки очень важна для уротелиальных раков. Она будет единой и для лоханок, и для верхних мочеводящих путей, и для мочевого пузыря. Соответственно, это внутренний слой – это уротелий и, собственно, его пластинка, ляминопроприя, и затем мышечный слой. И в зависимости именно от инвазии мышечного слоя наша будет определяться дальнейшая тактика. И, соответственно, вся диагностика будет практически направлена на определение стадии Т1-Т2. Имеется ли у нас опухолевая инвазия мышечного слоя. И в редких случаях это будет Т2-Т3. Соответственно, лечение, да, про это еще будут говорить, но в общих чертах, да, поверхностные опухоли лечатся. Это не такие травмирующие операции, да, инвазивные опухоли, которые будут вовлекать мышечный слой, да, или детрузор. Это такая тяжелая, да, калечащая операция или долгая химиотерапия. Ну и прогноз выживаемости после лечения также очень сильно падает с ростом Т2-Т1-Т2. Что касается рекомендаций по диагностике неинвазивных опухолей, именно неинвазивных, это, ну, общая, это анамнез, да, цитология мочи, молекулярные маркеры мочи. Ну, у нас это не так широко распространено. Цистоскопия является золотым стандартом в определении наличия опухоли мочевого пузыря, но, однако, она обрадает некоторыми ограничениями, да. Что касается визуализации, это КТ-урография, внутривенная урография, УЗИ, они обладают достаточно ограниченной визуализацией в плане слоев мочевого пузыря. То есть это невозможно определить, есть инвазия мышцы, нет инвазии мышцы. И до недавнего строчка, до недавнего времени в гайдлайнах и по неинвазивным, и по инвазивным опухолям была строчка, что роль многопараметрической магнитно-резонансной томографии в диагностике и стадировании еще не установлена. Однако, в начале 2022 года уже по инвазивным опухолям, да, это осталось для неинвазивных, что роль неопределенно, для инвазивных опухолей, выпустили главу, которая посвящена именно стадированию мышечно-инвазивных раков, именно в дифференциации Т1 и Т2 стадий, именно с использованием системы Вайрац. Система Вайрац была разработана в 2018 году, да, спустя 4 года она добралась до рекомендаций. В первую очередь она была направлена на то, чтобы улучшить данные, которые имеются перед началом, да, пациента, перед тем, как пациент начнет лечение, потому что даже, да, транссуректальная резекция или там турбиопсия, они не всегда, да, это операторозависимая методика, и 25-30% случаев по разным данным это будет недооценка локальной стадии по результатам гистологии. Ну и это, соответственно, операторозависимая методика, и в зависимости от того, насколько у нас опытный доктор, это будет тяжело для установления. Соответственно, Вайрац был разработан именно для того, чтобы в качестве неинвазивного метода для определения и топа анатомо-топографической локализации, что для чего обычно у нас, да, служит цистоскопия, и для оценки наличия инвазии опухоли в мышечный слой мочевого пузыря. Мог изначально применяться у пациентов до и после тур, и с преимуществом то, что оценивается вся область сходящей исследования. Это и уретромочиточники, да, то, что лимфатические узлы в зоне сканирования, у мужчин предстательная железа, у женщин, соответственно, матка, яичники и так далее. И кости таза в зоне сканирования. Противопоказания моя коллега уже разбирала, и они остаются все те же самыми. Да, СКФ низкая, например, если у нас выраженная там пилы, ну, какая-то обструкция, да, и обязательно нужно это учитывать, потому что нефрогенный системный фиброз об этом часто забывают. Ну, на КТ нет, но для МРТ часто говорят, а, все равно возьмем. Технические характеристики оборудования подробно рассматривать, естественно, не будем, как и настройки аппарата, но это всегда, обозначу ключевые моменты, это всегда высокопольные томографы, полтора или трех-тесловые, это всегда многоканальная катушка с фазированной решеткой и всегда автоматический инжектор, чтобы с правильной скоростью вести контрастный препарат. Ну, вручную, так не введешь. На самом деле МРТ не обладает тоже достаточной визуализацией, достаточно пространственным разрешением для того, чтобы визуализировать внутренний слой мочевого пузыря, а именно эпителий, уротелий и собственную пластинку. На Т2 взвешенных изображениях и на диффузионно взвешенных изображениях они не определяются, поэтому, собственно, мы и проводим контрастные серии. Об этом мы еще поговорим. Контрастные серии – это очень важно для мультипараметрического МРТ в диагностике опухоли мочевого пузыря. Соответственно, как у нас шкала ранжируется? Вайратс – это вероятностная шкала, да, то есть вероятно, невероятно. Это все такое достаточно еще субъективно по тексту всегда, когда говоришь, мы подозреваем или там инвазия сомнительна. Такое обычно клиницисты в заключениях не любят. Скажите нам, да или нет. Но да, вайратс – это вероятностная шкала. Первые две категории, вайратс-1 и вайратс-2, это не инвазивные опухоли, те опухоли, которые не прорастают в мышечный дитрузор мочевого пузыря. Третье – это сомнительное, это 50 на 50 опухоли либо есть, либо нет. И четвертое – это мы подозреваем с высокой степенью вероятности инвазия мышечного слоя. Пятый, соответственно, точно инвазия мышечного слоя и выход за пределы органа, инвазия паравизикальной клетчатки или прилежащих органов. Что касается особенностей и характеристик изображения, используются три основных последовательности для того, чтобы поставить оценку по вайратс. Это Т2, диффузионно-взвешенное изображение и динамическое контрастное усиление. Т2 – это по рекомендациям вайратс, это две проекции, используются как обычно, аксиальная и сагитальная или коронарная в зависимости от того, что нам нужно посмотреть. Но мы чаще всего для рутинного протокола рекомендуем использовать сагитальную плоскость. Почему? Потому что задняя стенка мочевого пузыря, мочепузырный треугольник, излюбленная локализация для опухоли мочевого пузыря, и, соответственно, именно там наибольшее количество, в области тригана, наибольшее количество анатомических структур. Это устья мочеточников, прорастание мочеточники, и это будет лучше видно, если у нас пузырь отснят в сагитале. Что касается диффузионно-звешенных изображений, те же самые рекомендации, на это забивают чаще всего, когда строят протокол. Но тоже аксиальная и коронарная лицегитальная. Но, естественно, лучше, чтобы она повторяла Т2, и лаборанту нужно будет еще настроить срезы так, чтобы они совпадали. Об этом мы поговорим. Про контрастные серии. Как я и сказал, у Ротелли собственная пластинка не визуализируется с помощью Т2 диффузионно-звешенных изображений. Здесь мы используем Т1-градиентное эхо и сканирование каждые 30 секунд. Соответственно, так мы можем продемонстрировать, к сожалению, не могу показать, на второй картинке через минуту видно раннее накопление контраста опухоли за счет опухоли у неоангиогенеза. Затем контрастность постепенно совпадает друг с другом. Поэтому всегда, когда вы посылаете пациента МРТ, всегда назначаете с контрастом. Потому что таков сейчас протокол. Сейчас это важно. По поводу количества опухолей. Мы можем из преимуществ в Айратс. Мы можем визуализировать каждую опухоль. И согласно оригинальной статье, мы должны описать из них каждую. Мы и так и пишем образование номер 1, образование номер 2, образование номер 3. Указываем их размеры и оценку. Оценка производится по каждой серии. В этом и преимущество МРТ. И для нас, как для рентгенологов, это занимает большое количество времени. Почему? Например, при цистоскопии или турбиопсии какая-нибудь опухоль с большим экзофитным компонентом может прикрывать за собой опухоль, у которой экзофитный компонент меньше, но в то же время она будет обладать больше глубиной инвазии. Например. Что нужно знать и клиницистам, и рентгенлаборантам, и зачастую и некоторым рентгенологам, это то, что про подготовку пациента. Не меньше двух недель после туры биопсии. Почему? Воспаление стенки. Его никак нельзя измерить, его никак нельзя убрать никакими средствами. И толстая стенка будет показывать нам то, что мы не сможем отличить опухоль от... То есть утолщенная стенка мешает нам отличить основание опухоли, определить его глубину инвазии. И это исследование просто в никуда. Ну, только если локализацию посмотреть. Соответственно, не меньше двух недель после турбиопсии или инсталляции химиотерапевтических средств и воздух в мочевом пузыре. Он будет вызывать искажение сигнала на диффузионно-взвешенных изображениях. Будут нарушения... Ну, будут артефакты. И если... Ну, пациент у нас лежит, поэтому воздух в пузыре поднимается вверх. И если особенно опухоль располагается по передней стенке, в этом месте ИКД будет неинформативно из-за артефактов. Соответственно, не менее двух-трех дней после удаления катетера фолея или цистоскопии должно пройти. Также должно быть выдержано адекватное растяжение мочевого пузыря. Либо это инструкция, чтобы пациент сходил в туалет за час-два до исследования и больше там не пил воды. И либо, чтобы он наоборот там сходил и за час до исследования наоборот выпил пол-литра-литр воды. И это должно будет зависеть от соматического состояния пациента, от уровня его переносимости. Опухоль в мочевом пузыре, соответственно, никаких приятных ощущений не добавляет, особенно если это большой объем. Соответственно, в зависимости от соматического статуса мы должны учитывать. И чтобы он... Почему? Чрезмерное наполнение мочевого пузыря. Пациент будет стремиться в аппарате занять какое-то более удобное положение, будет переваливаться туда-сюда. Это все артефакты от движения, которые также нам не добавляют информативности. Да, вот справа вверху, как правильно расправленный мочевой пузырь. Мы даже померили размер, тут 1,1 литра. Не знаю, но вылежал. Почему, да, это важно? Соответственно, спавшийся мочевой пузырь – толстая стенка. Опять же, мы не видим основания опухоль, насколько оно глубоко проникает. Также вот на второй картинке снизу видно, что мочевой пузырь наполнен недостаточно, и его верхняя стенка ложится прямо на опухоль. Есть там рост? Нет роста, да, вот на купол мочевого пузыря, скажем так. Ну, тут, соответственно, приходится долго разглядывать, ломать глаза, и то со стопроцентной вероятностью сказать. Невозможно. Здесь скорее требование, да, чтобы рентген-лаборант знал, что он делает и что происходит. Ориентация срезов должна быть перпендикулярна основанию опухоли. Это важно в нашей ситуации, когда мы смотрим глубину инвазии. И совпадение срезов, да, чтобы рентгенолог мог нажать курсор и попасть в определенном месте опухоли, именно в ту точку, в которую он хотел. Это тоже к рентген-лаборантам. Обычно мы рекомендуем строить протокол так, чтобы было Т2-диффузия, Т2-диффузия, чтобы, потому что, ну, во время исследования мочевой пузырь имеет свойство наполняться. Соответственно, смещение срезов даже минимальное. Ну, проще, когда его нет. Какие проблемы, да, могут быть связаны? Так как каждая опухоль у нас оценивается по трем оценкам. Мы ставим оценку по Т2, по диффузионно-взвешенному изображению и по контрастному усилению, да, как мы видим в таблице. Бывает такое, что срезы у нас не совпадают. Например, да, мы ставим тройку по диффузии, тройку по Т2 взвешенных и по контрастным сериям, и по диффузии мы ставим четверку, да. Есть небольшая табличка в оригинальной статье, что с этим делать, но вот есть такая проблема, и это все равно остается на совести рентгенолога, да. То есть если у него не совпадают вдруг срезы, но, честно, по опыту могу сказать, что такое редко бывает. Обычно ты смотришь это все вкупе, и твоя итоговая оценка, она складывается, по сути, из трех одинаковых оценок. Вот, это скорее для новичков там или, ну, не знаю, обычно, короче, такой проблемы не возникает. Идеально сделанный протокол выглядит примерно так. Естественно, никто так не выдерживается, да. Как я и говорил, каждое образование отмечено отдельно. Каждое имеет свою оценочку. Вот, у нас есть, как нацисты скопии часто делают, да, отметки опухолей на мочевом пузыре и скриншот для наиболее важных структур. Но, как правило, это не выдерживается. В четыре года множество ретроспективных исследований, по поводу которых уже провелись метаанализы, и вот по результатам одного метаанализа больше тысячи пациентов было включено. Получилась диагностическая кумулятивная точность где-то в 94%. Также оценивалось вот в китайском исследовании больше, около 100 человек, вам 90. Чувствительность, специфичность и точность по каждой из серий изображений по отдельности. Тоже достаточно высокие показатели, да, не всегда цистископия, да, там или тур имеет вот такие результаты. Ну и в заключение, да, неинвазивная методика, высокая пространственная визуализация, оценка каждого опухолевого узла отдельно, диагностическая точность, да, ретроспективные исследования, да, высокие цифры, на самом деле проспективные уже тоже появились, тоже, ну, не отстают, да. По нашим данным, вот, которые мы получили, они будут скоро опубликованы, это 86, чувствительность 90, там, специфичность. Также возможность оценки выхода опухоли в паравизикальную клетчатку, что не каждый может инвазивный метод провести. Визуализация структур на уровне сканирования, ну, конечно, здесь проигрывает КТ, потому что КТ обычно берется вся брюшная полость, но в то же время. Это стандартизированный подход, который минимизация расхождения между врачами, вот исследования, которые направлены на, когда смотрят два разных доктора, и между ними считается коэффициент К, да, коэффициент согласия, конкорданс, тоже достаточно высокие результаты. Возможность использования для оценки ответа на терапию, оценка рецидивов, вот, это не задокументировано изначально, но вот исследователи со временем к этому пришли. Высокие требования к рентгенолаборанту, низкая информативность от подготовки, расхождение шкал последовательности, ну, и высокая стоимость, да, цистоскопии, наверное, будет в основном дешевле, если без наркоза, например, сделать. Вот, на этом у меня все. Спасибо за внимание. На самом деле, мне кажется, вопрос у всех один. Что это дает клиницистам? Вот мы привыкли к пайратс, да, вот что делать, когда пайратс 1-2, что делать, когда пайратс 4-5, а тут классификация, которая, ну, вот мы все равно будем делать трансуртеральную резекцию, и все равно будем добиваться мышечного слоя. Мы не можем не иметь гистологическом заключении мышечного слоя. И Анна Сергеевна нам, как морфолог, будет говорить, есть он или нет, какой бы пайратс ни был. Или я не прав? Ну, это, ну, не все клинические сценарии, да, например, включают сразу. Или, ну, может быть, наоборот, не используют в каких-то ситуациях. Вот. Но, что касается оценки, например, да, об этом мало пишут исследователи, но выход за пределы органа, да, уже никак не оценишь, например. И мультипараметрическое МРТ в этом плане, ну, наибольшее будет иметь чувствительную специфичность. То есть, скорее всего, 100%. Мария Владимировна, вот если вам придет заключение ВРАЦ-5, вам достаточно будет биопсии просто, ну, щипковой или там турбиопсии, и вы пойдете на цистектомию, или все-таки будете глубже? Нет, все-таки будем глубже. До мышечного слоя взятия биопсии, мышечного слоя подтверждения диагноза с целью планирования дальнейшего лечения. Например, если предположить, что на фоне какого-то лечения мы бы использовали, например, классификацию ВРАЦ для оценки, ну, тоже сомнительно, что оценивать эффект с помощью ВРАЦ и потом, например, переходить к наблюдению. Ну, предположим, провели лекарственную терапию, затем мы оцениваем, как при солидных опухолях степень ответа и переходим в фазон наблюдения. Тоже так не будет. То есть, вы провели, например, неодевантное лечение, и вы на этом закончите, если рентгенологически полный регрет. Тоже нет. Поэтому красиво, но, наверное, это один из недостатков этой системы. Наверное, ей какое-то применение есть, но что-то больше, чем просто наша настороженность. Если у кого-то есть какое-то мнение, то есть,